Встреча, заигрыши, лакомка, разгул, тещины вечерки, заловкины посиделки и прощенный день. У каждого дня масленицы свое название и свои традиции. Именно это узнали воспитанники детского сада благодаря празднику, который провел для них народный ансамбль «Креница». По ходу действов в гости к малышам приходили сказочные герои. Так, например, баба-яга пыталась убедить детей, что она масленица, и провела для них конкурс с перетягиванием каната. А снеговик, освобожденный из плена-яги, попросил помочь ребят слепить ему нового снежного друга. Казак рассказал детям, как развлекались на Руси в период масленицы. А участвуя в забавных конкурсах, ребята смогли показать свою силу, ловкость и смекалку. На праздник заглянули Петрушка и Медведица Марфа. Больше всего детям запомнился танец от Маруси, как ласково называли ее ведущие. Под финал появилась и сама масленица. Вместе с ней дети попрощались зимой и позвали весну. Завершилось действо всеобщим весельем и плясками. Как и все россияне, мы любим все народные праздники. И знакомим наших ребятишек с культурой, традициями наших предков. Ну а сегодня у нас был традиционно интересный праздник Масленица. Детский сад номер 165 проводит такого рода праздники регулярно. Как отмечают воспитатели, это хорошая возможность рассказать детям об их корнях, познакомиться с славянскими традициями, истоками национальной культуры, дать почувствовать водоворот ярких эмоций. И самое важное, весело провести масленичную неделю. Дмитрий Беломеснов, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.